Но она находилась в учебниках 40 лет. Интересно, сколько детей за 40 лет потеряли доверие к Библии? Я не хотел бы предстать пред Богом и сказать, я разрушил веру детей в Бога. Они могли стать миссионерами, проповедниками, но нет. Я разрушил их веру. Фух, это будет ужасно. Неандерталец. Неандерталец это был нормальный человек, который болел артритом с деформированной спиной. Обезьяны ходят на четырех, люди на двух ногах. Неандерталец был полусогнут. Они сказали, он медленно поднимается. Нет, он больной, он опускается. Но о нем учат и сейчас. И в вашем городе, здесь, детям говорят, что неандерталец это потерянное звено. Нет, это человек, как и все мы. Прочитайте книгу «Захороненные живыми». В которой рассказывается о так называемом неандертальском человеке и других пещерных людях. Также в учебниках находится Австралопитек. Еще известный под именем Люси. Вы слышали о Австралопитеке? Дональд Югансен нашел Австралопитека в Эфиопии в 1974 году. Он назвал его Люси, потому что в то время он с друзьями слушал популярную на то время песню Битлз о Люси в небесах с бриллиантами. Они слушали эту песню и решили назвать свою находку Люси. Вы знаете, что Австралопитек полтора метра высоты? Это явно обезьяна. Но Национальный географический журнал приписал коленчатый сустав Австралопитеку. На самом деле этот сустав был найден в двух километрах в стороне и на 70-метровой глубине в земле. На вопрос, почему это произошло, Иогансен сказал «по анатомическому подобию». Я никак не могу понять, почему, но они думают, что найденный камень в земле доказывает, что он наш предок. Мне кажется, что найденная кость доказывает, что она уже умерла. Вы не знаете, были ли у нее дети? Почему кости делают то, чего не могут делать обезьяны сегодня? Сегодня у обезьян есть дети, но у них нет человеческих детей. Почему все это происходило только очень давно? Вы думали над этим? Если человек произошел от обезьяны раньше, почему он не происходит сегодня? Однако Дональд Ягансен сказал, что коленный сустав доказывает, что Австралопитек встает человеком. Есть много хорошей информации исследования колена Австралопитека. Он сказал, что Австралопитек становится человеком, потому что бедро находится под наклоном. У человека бедренная кость находится под наклоном, потому что бедро шире колен. У обезьян, живущих на земле, бедренная кость прямая. И он сказал, что у Австралопитека кость под наклоном, и это доказывает, что он встает человеком. У любой лазающей по деревьям обезьяны бедренная кость под наклоном. Только у обезьян, живущих на земле, прямое бедро. Поэтому наклонное бедро не доказывает, что обезьяна встает человеком. Он сказал, что колена австралопитека больше, чем у нормальной обезьяны. Это правильно. Но это ничего не доказывает. Вы знаете, что у этой породы лошади кость больше, чем у нормальной. Доказывает ли это, что она превращается в грузовик? Нет. В зоопарке Сент-Луиса находится фигура австралопитека с человеческими руками и ногами. Но не было найдено ни одной кости, ни руки, ни ноги. Это пропаганда, это не образование. Это обман, и его нужно забрать из зоопарка. Также в пепле были найдены нормальные человеческие следы. Но о них сказали, что это следы гуманоидов, которые ходили прямо 3 миллиона лет назад. Почему они их называют гуманоидами? Может, человек всегда был человеком? Следы описаны как точно похожие на наши. Мне кажется, что если следы точно как наши, может, это человек. Но вы знаете, что в Национальном географическом журнале они ставят на следы темных, обезьяноподобных существ? Не было найдено в этом случае ни одной кости. Все это воображение художника. И мне не нравится это. Почему потерянные извенья всегда темнокожие? Вы заметили это? Библия говорит, что все нации от одной крови. Деяние глава 20. И поэтому нет причины быть расистом. Это расистское отношение. Но в этом случае нашли только человеческие следы. И Окснард, эксперт по изучению австралопитека, сказал, что австралопитек – это непотерянное звено. Это просто необыкновенная обезьяна и все. И некоторые могут еще жить сегодня. Советую прочитать книгу о пещерных людях, которая называется «Кости раздора». Автор Марвин Любинов. Эксперты говорят, что нет никакого доказательства тому, как произошел человек. Его нет. Если в школе профессор скажет, что есть доказательства эволюции, что они знают, что человек произошел, скажите, что Кент Хоуэн сказал, что они не правы или они обманывают, и что я приду в их университет и проведу дискуссию даже против троих профессоров. Три против одного. Я провожу дебаты с людьми умнее меня, но я всегда выигрываю, потому что я прав, а они не правы. Очень легко победить в таком случае. Есть одно потерянное звено «У современного человека между ушами». Эти профессора проводят время в поисках костей в земле. Моя собака делает то же самое, но мы не просим, чтобы ей платили налогоплательщики. Никто не платит собаке за ту же работу, за которую платят людям. Библия говорит, что, называя себя мудрыми, они обезумели. Они хотят опровергнуть Бога. Я думаю, что до потопа не только растения и люди, но и животные тоже были больших размеров. Вот шестиметровый носорог. Большой носорог? Они скажут, что это доисторическое животное. Но что такое доисторическое? Слово «доисторический» нет в словаре 1766 года. Также в словаре 1860 года тоже нет слова «доисторический». Это слово было придумано около ста лет назад, когда была популярна теория Дарвина. Есть такие слова, когда «потопный», но это вообще не доисторический. Между ними большая разница. Возьмем, к примеру, стрекозу. Люди скажут, ну и что, сегодня тоже есть стрекозы. Но не такие. У этой метровый размах крыльев. Я бы не хотел, чтобы такая стрекоза врезалась в мое лобовое стекло на скорости 70 км в час. Здесь в Аляске есть у вас тараканы? У вас есть? Вы знаете, что были найдены ископаемые таракана свыше 45 см длины? И при встрече вы звонили в Национальную гвардию? Найдена ископаемая многоножки длиною свыше 1,5 метра. Большая многоножка. Найдены ископаемые кузнечика 60 см длины. Ископаемые камыша 18 метров длины. Ископаемая осла 3 метра. Ископаемая буйвола с рогами размахом в 4 метра. Ископаемая бобра 2,5 метра. Вот человек, нашедший челюсть бобра. И вот его телефон. Друзья, если раньше были большие деревья, то нужны были большие бобры. Тогда тоже был баланс. Вы знаете, что 2 см зуба акулы равняются 4,5 метрам длины акулы? И по находкам зубов акул установлено, что акулы были около 27 метров длины до потопа. Двойное давление атмосферы значило, что могло выжить больше рыбы. И рыбы тоже было намного больше. До потопа был другой мир. Были найдены громадные черепахи. По нашим стандартам. Гигантские. Найдены 4-х метровые птицы. Хотели ли бы вы приготовить такую птицу на жатву? И ящерицы. Ящерицы никогда не перестают расти. Рептилии растут всю жизнь. Люди перестают расти в 16-18 лет, по крайней мере вертикально. Некоторые продолжают расти горизонтально, но ваш вертикальный рост прекратится в 20 лет. Рептилии не перестают расти. Интересно, как выглядели ящерицы в Эдемском саду с двойным атмосферным давлением, где было много пищи и не было врагов. И пусть они живут 900 лет. Вот таких можно купить в зоомагазине. А что, если она будет весить где-то 10 тонн? Это будет динозавр? Динозавры – это большие ящерицы, которые жили с Адамом и Евой. Они не жили миллионы лет назад. Они всегда жили с человеком. Кости динозавра и человека были найдены вместе. Найдены человеческие изображения с динозаврами. Много тысяч таких изображений. Мы говорим об этом на кассете о динозаврах и Библии, а еще живых динозаврах. В Перу было найдено 50 тысяч камней с изображениями динозавров и людей. У моих друзей есть такие камни, но мы поговорим об этом позже. Если вы проезжаете по Техасу и свернете на юг возле Вако, вы найдете маленький городок Глен Роуз. Я был там три раза. Через этот городок протекает речка Палакси. В 1908 году речку...